Физкультура и спорт как государственная политика. В последнее время 60 процентов детей и подростков занимаются спортом в различных кружках и секциях. Это говорит о том, что молодежь сознательно выбирает здоровый образ жизни. Тех, кто нацелен на спорт высоких достижений, конечно, меньше, но на них возлагают большие надежды. Юная спортсменка из поселка Ибреси Алена Андреева в этом году стала стипендиаткой главы Чувашии за особую устремленность. Алена Андреева – гордость всего и Бресенского района. В свои 17 лет она уже стала чемпионкой России по горному бегу и четыре раза чемпионкой Чувашии по зимнему палеотлону. Я очень люблю бегать, занимаюсь спортивной деятельностью. Люблю учиться, познавать новые. В школе тоже отлично учусь. В спортивной деятельности я занимаюсь легкой атлетикой, а именно бегом. На тренировках после того, как мы пробежались, мы играем в футбол. Я очень люблю играть в футбол. Еще зимой занимаюсь палеотлоном. Палеотлон – это такой вид спорта, где сначала нужно стрелять из винтовки, потом упражнения по силовой гимнастике и лыжные гонки. 18 золотых медалей, 9 серебряных и 2 бронзовых – так выглядит личная копилка и Бресенской чемпионки. Награды и призовые места Алена начала получать уже с первого года активных тренировок, а именно 6 лет назад. Алена всегда ответственная, всегда выполняет все поручения очень добросовестно, всегда успевает и в олимпиадах, и в соревнованиях она на первых родах. Всегда защищает честь школы очень хорошо, и показатели у нее очень хорошие. Нам бы хотелось, конечно, побольше таких активных и добросовестных учеников в школе. Алена стала стипендиаткой главы Чубарской республики. Она достойный пример нашим ученикам. Своими успехами Алена во многом обязана отцу – тренеру-преподавателю по легкой атлетике. Именно он с детства привил юной чемпионке любовь к спорту и воспитал к ней волю к победе. К счастью, сейчас для занятий спортом в Ибресях созданы все условия – хороший спортивный комплекс и стадион с искусственным покрытием. Так что есть возможность вести не только здоровый образ жизни, но и заниматься спортом высоких достижений. Мне нравится в спорте то, что там нужно всегда работать, не надо бездельничать, не надо просто так жить. В будущем я хочу поступить в военную академию. Там тоже нелегко учиться, нужно тоже тренироваться, тоже стройподготовка, ну и так далее. Туда поступить тоже непросто, нужно зачеты физически сдавать. Для многих спорт – синоним здоровья, синоним жизни и синоним успеха. Вот и Алена в будущем просто не представляет себя без физической культуры. Ведь спорт – это как минимум здоровье, жизненная энергия и хорошее настроение.